Арт ложечек, открываемся, да-да, я продолжаю быть всякими царапинами, мозолями, и все реже и реже беру камеру, и мне это очень не нравится, потому что это значит, что я живу в каком-то другом режиме. Например, сегодня понедельник, день открытия арт ложечка, и я уже готовлюсь к вечерней программе, к вечерним планам, все потому что пришлось рано встать, и я тут бегала, прыгала, ибо у кого-то была доставка Леруа Мерлен, кухня, кухня приехала, теперь кухня, соберись, пожалуйста, сама. У меня нет бюджета на ее сборку, я не знаю, как у меня будут складываться дела, потому что столько всего хочется, и я вроде с черновыми там в комнате, с отделочными закончила, черти как, но я бы так жила. И сейчас хочется все самое красивенькое, эти карнизы, шторочки, короче, обуючивать пространство, но у меня, мне кажется, на сами краски, штукатурку, валики и шпаклевку и прочее ушло меньше денег, чем вот всякое благоустройство, которое нужно сделать. Ну, ничего, прорвемся. На самом деле, это очень классный квест, чтобы просто включить мозг, креатив свой, искать какие-то вещи, которые лежат дома без дела, там не пригодятся, если, например, их чуть-чуть модернизировать, перекрасить или использовать не по назначению. И так я вчера в ночи взяла одну картину, точнее, как картину, это такой гобелин, который маме один чувак подарил вообще 150 лет назад, и она такая вот огроменная, если вы смотрите в инстаграме, вы давным-давно это видели, потому что, сами понимаете, арт-логи у меня идут с такой задержкой, не дай бог, мне кажется, родить уже можно с такой задержкой. И я поняла, что она будет классно смотреться в кухне. У меня такой клёвый зелёный цвет кухни получился, и прям вот это вот цветочки, и мне захотелось настроение у кухни какое-то такое вот, ну, это кухня, мы там кушаем, точнее, едим, кушаем, говорим только по отношению к детям, наслаждаемся процессом, это какие-то такие ценности семейные, что-то традиционное. Короче, вот, да, то да, то да, но меня бесила в оформлении тоже вставка из какого-то ковра, и я в ночи развела акрил и закрашивала её, короче, прям вот кайфанула, и сегодня с утра с 8 до часу доставка. Мне очень часто везёт, потому что мне привозят, знаете, вот прям вот к 8, даже, типа, а можно к вам раньше приехать? Это мой случай. И я, соответственно, встала рано, собрала все вещи, вызвала такси, потому что я что-то походила, поскребла по сусекам, и прилично там у меня получилось. Приехала и разобрала весь мусор, который у меня был, обои на полу, которые работали как плёнка, это, кстати, очень удобно. Оттирала кое-где пол, потому что не везде Катя застилала, точнее, я не застилала, потому что думала по барабану красочку ототру, потому что ту, которую я использую, она легко так оскабливается от пола. Но нет, я вспомнила, что я красила потолки белой краской, которая у меня была в студии, и я думала, что это обычная краска для стен, а это осталась краска для пола. И она, короче, с трудом оттирается, поэтому времени нужно будет убить. И что мы всё про ремонтные дела? Что есть? Голова моя сейчас этим забита, и сегодня хороший был день в плане того, что я уже как-то начинаю видеть, картинку целиком, но в то же время мне грустно, потому что мы упираемся в начало, обуючивание, бюджет, вот это вот всё. Ладно, пока можно поставить на такой микро-стоп, потому что в целом на стоп нельзя ставить. Ну и решать вопрос с кухней, может быть, как-то разберусь. Неделя. Неделя у нас должна быть продуктивной, активной, и пора начинать делать то, что я хотела сделать, но не делала. И одна из целей на неделю, я тут списочек составила, это, конечно же, разобраться с финансами, потому что эта история с квартирой очень сильно меня выбила. Вот прям все платежи, которые нужно сделать, все очень не вовремя, и все процессы рабочие, которые были, они ушли на каникулы. И вот, ну короче, всё реально не вовремя. Поэтому будем решать этот вопрос, и без этого вопроса следует всё остальное. Во-первых, я себе поставила цели, которые я уже кое-какие выполнила, на Авито закинуть то, что я, опять же, давно не могла закинуть. Это моя вспышка, у которой я окислила с батарейкой, я не могу её вытащить, поэтому я, знаете, такую прям со скидочкой её выложила. Сумка для фотика, ещё тут Дашин этот гибкий трек, она наконец-то решила от него избавиться. Я это всё выгрузила, вдруг кому надо будет, потому что лежит, ну, не должно лежать, надо, чтобы вещи, так сказать, работали, жили. Вот. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что с муклой, конечно, было весело. Жалко, у меня только была она одна. Вот. А так это продал муклу и за студию за месяц заплатил. Отлично. Короче, на неделю надо будет мне собрать кухню. Как я и сказала, я не знаю, как я буду решать этот вопрос. Сама я собирать её точно не буду, потому что я это делать не умею, там нужно врезать. Ну, короче, это должны делать специалисты или те, кто хотя бы умеет это делать. Также я очень хочу на неделе начать доделывать, помните ещё или нет, тот марафон про копирование художников, который со всеми делами с меня просто вот слез. А мне очень-очень хочется, и я застопорилась на том, что очень хотела третьего художника и кого-то попроще, по релаксовее. И вот мне надо определиться, потому что я пока не понимаю, ибо у меня уже отснятый материал практически весь есть и даже частично смонтированный. Ну, и что? И тем более все ждали, как писали мне. Вот так что я должна найти третьего художника и сделать копию, выбрать, конечно, работу для этого. Также мне надо доделать страницу по детскому образованию, про классы, которые я буду проводить в студии. Я её почти сделала. Мне надо определиться с расчётом стоимости абонементов и за час. И это такая сложная история, потому что мне нужны дети, и мне не нужен проходной двор. То есть я не хочу большие группы, хотя я очень кайфую, но у меня просто не та площадь, которая есть. И на самом деле в связи с этой историей я начала думать над тем, что можно начать составлять какой-то бизнес-план о создании своей детской художной школы. Потому что в связи с последними событиями я начала мыслить немножко иначе и с финансами обращаться тоже по-другому, так как раньше не делала, с возможными какими-то рисками и прочим. И я такая, блин, а это классная тема. Короче, я подумаю об этом. Но для начала свою страничку доделать, всё просчитать и отправить всем, кому надо. Также мне надо будет сделать фотографии для этого марафончика по копированию. У меня тут всё в разброс, сорян, потому что вот всё вот так вот. Сделать фотки, чтобы страничка была красивой. Да, вы знаете, я люблю, чтобы всё было красиво. Также мне надо провести две консультации на этой неделе. Даты пока я ещё не обговорила, только одна известна. И завтра приезжает Икея. Икея, моя любимая, прекрасная. Должны привезти мне тумбу и ножки, потому что весь стол, как вы помните, целиком указать, указать, заказать не получилось. И будем собирать. На самом деле мироздание классно работает, потому что столешницу я нашла. Помните, Надю со змеями? Мы тут с ней обсуждали. Она говорит, у меня как раз есть столешница. И как раз чёрная, той, которой не было, есть у Нади. Так что с Надей надо будет, соответственно, тоже договориться и сделать это желательно на этой неделе, потому что гладиолус. Стол нужно делать. Я не могу, когда тут всё будет заставлено, а это всё очень-очень быстро должно быть собрано. Конечно же, мне надо записать онлайн-скетч. Тот перерыв, который был, мне, в принципе, мне кажется, пошёл на пользу, но я не люблю перерывы. На самом деле, скоро у нас будет онлайн-скетч в фэшн. Я очень-очень жду. Есть один классный новый проект со шмотками, прекрасными, стильными. Просто то, что я видела, прям так дерзко, так секси. То, что мне очень нравится и что мега-супер актуально. Вот. И будет лук-бук, который мы будем все рисовать. И я, конечно же, тоже. Поэтому будем ждать, но это будет ещё через пару недель. Возвращаемся к монтажу арт-влогов. Надеюсь, мы классно порисовали скетчи фэшн. Собрание школьное будет, которое мне надо посетить. Оно сегодня. Господи, уже надо будет скоро собираться. И, конечно же, 1 сентября. Я не представляю вообще, как это, водить ребёнка в школу. Вообще, когда твой ребёнок уйдет в школу. Потому что 1 сентября будет первый раз у Дашен. И я немножко попаиваюсь режима. Потому что это во мне детский садик. Ребёнок с утра и до 4-5 вечера пошёл тусить, развлекаться, спать, есть. А тут, ну, посмотрим. Главное, так сказать, сдать и посмотреть, конечно, на её реакцию. И мне очень не нравится, кстати, что она не любит школу. Фу, школа! Это знаете, почему? Ребёнок ещё не ходил. Откуда он знает, что это такое? Ребёнок общается со старшими. Потому что все ноют. У всех школа фу и бе. И вот прям всё самое ужасное они повторяют. Ну ладно, я думаю, что это просто на словах всё-таки. А на деле будет круто. Хотя эта звезда очень не любит, когда что-то не получается. Ну ладно, разберёмся по ходу дела. Генеральную уборочку мне надо сделать. Я в связи со всеми событиями просто дома, мне кажется, я вся в шерсти. Цветы уже просто все завяли. Надо разобраться со всем. И куча игрушек. Сейчас их будет ещё больше. Поэтому надо немножко рассортировать, чтобы был порядок. И батарея садится. Короче, ещё я хочу продолжить работу над серией. В квартире почистить полы, я сказала. И съездить по одному важному делу в Подольск. Вот всё. Это мои планы на неделю. Я очень надеюсь, что я всё выполню. Батарея, спасибо, что садишься. Ты меня держишь в тонусе. Открываемся. Неделя. Надеюсь, ты будешь очень продуктивная и успешная. Всё. Желтушная Катя. Я не знаю, что с экспозицией. Я дома. И я так устала. И я это поняла к вечеру. Потому что я рано встала просто со всеми этими квартирными делами. Короче, я доделала страничку по детским классам. Ссылочку я на всякий случай оставлю. Всё есть на сайте в разделе образования. Но пусть будет. Вообще, я хочу отдельное видео про это всё дело записать. Оно появится явно раньше на канале. В общем, всё готово. И уже там мне пишут девочки. Короче, кто там выходные только. Короче, выходные тоже будут. И я причём думала сделать выходные такими, знаете, вот, свободные классы, как я и хотела. То есть вы просто приходите и платите за час нахождения в студии. Но тут надо подумать, как это контролировать, чтобы не было много народу. То есть какую-то предварительную запись иметь. Вот. И также я хотела какие-то тематические классы по выходным устраивать. Соответственно, разделять это по несколько дней. Или как... Ну, короче, всё это надо обдумать. Собрание посетила. Увидела с девочками. Господи, как много народу, которых ты знаешь, у которых дети входят в школу. В ту, в которую ты будешь ребёнка водить. И первые классы, и не первые. Вот. Со всеми повидалась. Но только так мельком. А очень хотелось, конечно, побольше покумуницировать. И собрание супер. В очередной раз я очень довольна учительницей, которую мы выбрали, которую мы очень хотели. И будем у неё учиться. И планируют уже на 9 сентября движ. Потому что школа будет закрыта. Выборы, выборы. Кандидаты наши. И всё. И я думаю, что мы просто уедем на дачу. Хотя, знаете, такой тоже странный момент в плане организации. Одна школа, один комплекс. Одному классу первому говорят, типа, пишите, что вы не придёте. Второму выделят другого учителя. И можете на экскурсию какую-то сходить. Как так происходит? Я не знаю. Короче, я сейчас пойду в душ. Ложиться уже спать. Потому что я реально не кокос. Пообщалась с одной девочкой, с которой мы давно не виделись. Прошлись с ней. Точнее, как прошлись. Ну, я проводила до дома. Перед этим мы сидели на детской площадке. Я поняла, что я так устала. Потому что даже без ребёнка на детской площадке я отдыхала. Ещё я поняла, что я костюм человека. Практически женщины надела на себя. Ибо всё, последнее время я провожу, как какой-то гастарбайтер. В краске вся, не пойми какая. А тут я прилично выглядящий человек. Вот. И завтра новый день. Новая маска. Да, Лена Крыгина? Привет. И доставка Икеи. Я надеюсь, что всё срастётся. Да. Всё. Вентилятор шумит. Я так хорошо сегодня спала. Несмотря на то, что сейчас 7 утра. Надо вставать. Я вчера в ночи... Ну, не в ночи, вечером продала объектив. Теперь мне надо его отправить. Вот. Но, слава богу, у меня прям с ДЭК рядом открыли. Что у меня с глазами? Как это я не могу их открыть? Ну, я хорошо спала. Короче. Аллилуйя. Потихонечку вещей становится меньше. Это очень-очень мне нравится. Даже если пусть маленькие. Сегодня уборка и ожидание Икеи. Тумбочки и ножек. Но собирать я всё буду намного позже. Потому что мне нужна столешница. Ибо без столешницы я не смогу работать. Вот. Хотя я ничего сейчас не монтирую. Но за компьютером. Всё. Всё. Буду потихонечку вставать. Музыка. 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 Музык. Музыка. Это мы умеем. Давно это хотела сделать, ну, как давно, неделю назад. И сейчас решила, что какие-то мелкие штуки, которые лежат, надо сделать. Плюс у меня там на шортах тоже по шву кое-что разошлось. И, короче, ниточка, иголочка будем зашивать. Заварила прекрасно чай, забыв положить сам чай. Такая, ммм, сахар, лимон и мята. Нормально. И малинка, еще малинку я добавила. Все-таки дача хороша тем, что множество растительности, которую можно запихнуть в чай. Я обычный чай, просто черный, ну, в целом как-то не воспринимаю, потому что для меня это всегда так странно. У меня всегда с детства чай был сборищем каких-то трав. И я к этому привыкла, это очень-очень вкусненько. И еще каждый раз он получается разный, потому что, ну, сами понимаете, травка разная. Количество разное, и в этом определенный шарм есть. Так, ну, я практически дошила. Хочется еще, конечно, покрепче делать и делать, потому что, знаете, когда один раз порвалось, скажешь, что, блин, это как полку повесить. Я думала, что все, что я повешу, все упадет обязательно. Но нет, дело было просто в хорошем перфораторе дрели. Что еще? Упаковала, ну, как упаковала, объектив. Я буду упаковывать непосредственно в сдеке, потому что нужно понимать размер коробочки. Но я отрезала себе пупырчатые пленочки, которые у меня есть. И супер. Вообще, с этой продажей было очень прикольно. Такой дерзкий покупатель. Я ставлю только самовывоз, потому что мне не хочется заморачиваться с этими доставками от Авито. Хотя, знаете, надо уже попробовать. Потому что это, правда, удобно. И он пишет. Я бы купил, типа, что вам делов? Дойти до сдека, номер телефона назвать и отправить. Я такая, думаю, вот ты вообще делов-то. Откуда ты знаешь, какие у меня дела? Что ты вообще мне тут так пишешь? Я такая, блин, ну, почему бы правда? Тем более, у меня прям под боком сдек открылся. В общем, получилось у дерзкого чувака, так сказать. Решила выйти из зоны комфорта. Также мне надо зайти в аптеку. Доставка Икеи пока не звонила. А, ну еще и рано. Они с девяти, а еще до девяти так пахать и пахать. Вот. Ну все. Я дощил. Дальше буду зашивать шортики. Катя хозяюшка сегодня. Сейчас еще буду шерсть с ковров собирать. Цветочки расставлять. Сейчас вроде не пойму. Такая уже жара. Можно их к окошку пододвигать. И, соответственно, все из-под них убрать, чтобы там поналетело. А фиалочки цветут, между прочим. Так, шухер на голове. У меня десятиминутный перерыв, потому что я почистила ковры. Аллилуйя. Осталось пропылесосить. Очистила мяту от веточек. Я обожаю это занятие. Это такой релаксант. Так легко снимаются веточки, листочки с... Веточки? Веточки, листочки. Катя, пора начать читать. И что еще? Ну я все зашила. Поразбирала чуть-чуть игрушки. С детскими игрушками вообще-то, когда заходишь и думаешь, о боже ты мой, сколько всего. Главное начать. Раскидываешь по коробочкам. Слава богу, у меня система хранения организована. Но мы освободили от гибкого трека одну большую коробку. Теперь я не знаю, куда этот гибкий трек деть, потому что целый мешок стоит. Я выставила его за 500 рублей на Авито. Добавляют в избранные, но не берут. Не понимаю. На самом деле надо было саму этот гибкий трек тоже брать на Авито, потому что их там столько, и можно такие классные штуки делать. Вот. Может быть, кому-то отдам еще. Ну, не знаю. Что? Разместила вчера вспышку свою. Я, по-моему, рассказывала, у которой одна батарея окислилась. Я ее не могу вытащить. Вот. Тоже написал чувак, но такой, типа, может, подешевле. Я такая, давай, уже просто лежит. Иногда хочется уже отдавать и отдавать. Вот. И сейчас посижу в телефоне, посмотрю письма и, и, и... Ну, и просто почилим чуточек. Опять же, еще рано выходить на почту. А, да, вот и потом пойду на почту, в аптеку и в магаз. Вот, кстати, если помните, я покупала такую полку, которая вешается на полку в шкафу. То есть, если у вас там большие расстояния, она такая сеточка идет. В фикс-прайсе такие есть. Но я заказывала на Wildberries. И я поняла, что я не могу никуда ее пристроить в шкаф. Просто. То есть, ну, короче, подстава. В икеевский шкаф не подходит. Там надо выпиливать. Но я поняла, что даже если выпилить, ничего не подходит. Все и так нормально. Полки невысокие такие. И она примостилась чудесно в холодильнике. Это просто идеально. Вообще. Вот. Короче, я радуюсь. А, я не договорила. Я хотела сшить дорожку на журнальный столик и киевский в квартиру съемную. Но у меня не оказалось ткани нужного размера. И надо будет идти в студию. Но в студию надо быть по-любому. Потому что я оттуда еще зеркало хочу перевести. Оно такое кривоватое. В хофе, конечно, блин, вот не посмотрела сразу. И отстой. Перевезу туда. И заодно найду ткань. Еще мне надо сидушки на стулья обшить. Тоже у меня в студии мебельный степлер. Но надо только этот какой-то синтепон, что-то еще, поролон на эти сидушки организовать. У меня его нет. Так, это я. Я сходила в СДЭК. У нас открыли прямо рядом с домом. Такой классный СДЭК. Он такой красивый, такой просторный. И там пахнет красочкой, свежим ремонтом. Да, мне это, конечно, отзывается. Но я люблю вот этот свежачок. Прям с иголочки. Все отправила. Прикольно. В СДЭКе есть опция. Называется посылочка. Когда ты приходишь по номеру телефона. Говоришь, мне надо отправить вот что-то такое. И вам дают коробочку. И все, подтверждают имя. И вы все отправляете. Класс. Это очень идеально. Но на мою вспышку, как я и сказала, тоже базарились. И я всегда пишу, что самовылаз. Давайте, давайте. И тут я вроде согласилась на доставку с ДЭК. И думаю, все супер. И чувак со вспышкой предлагает оформить доставку именно через Авито. И я такая, ну блин, почему бы и нет. Хотя там такой чувак, кстати, симпатичный на фотке. Можно было, чтобы он доехал. И я такая, окей. Сейчас я посмотрю, какие пункты выдачи Боксбери есть рядом. И он такой, ну вот на авангардной, здесь прям рядом. Я такая, о, точно, он же есть. Ну и что? Я все изменила. Поставила, поставила, он оформила заказ. И я смотрю, и ближайшие два пункта Боксбери не работают у меня теперь. Один временно, другой вообще основательно закрылся. То есть мне по-любому надо будет пилить. Вот чуяла, что не надо соглашаться на доставку Авито. Ну ладно. Вот, а еще я зашла во вкус Вилл, позавтракала своим любимым сэндвич-роллом, точнее, курица Дор Блю. Почему-то я забыла выкинуть по дороге упаковку. Ну ладно, надо почитать, самой-таки мутить. Я просто обожаю. Вообще люблю вкус Вилл за то, что когда ты не знаешь, что ты хочешь съесть, ты там всегда находишь. То есть вот прям смотришь, о, я это хочу. И я взяла себе еще паштетик, так сказать, вторая часть завтрака. И пойду еще замучу себе чай. И определюсь, что с этой доставкой делать, в какой именно пункт мне идти. Потому что Икея сегодня, я записала, что с 9 до 12. Но я за месяц уже забыла, что не 12 дня, а 12 ночи. Вот, поэтому целый день мне где-то надо быть поблизости. А я планировала еще в квартиру заехать. Так, почилила немного и говорила я или нет, столешница, которая вроде как должна была мне приехать от Нади, не подходит мне по размеру. Она 60 сантиметров, а тумба 70. Я пересмотрела, просто она в стандартном икеевском столе. Со столешницей вообще 80 сантиметров, 80 мне вот так вот. Поэтому я думала, что она 70 и тумба еще меньше. Короче, а нифига. В итоге надо сейчас искать столешницу, но опять же, я начала искать на Авито смотреть. И подставой я нашла там стол. В нашем районе продают такой как раз, какой мне нужно. Но со светлой столешницей, да мне пофигу. Темная тумба, короче, за 6 тысяч рублей. Вот смотрела, когда надо, и не было вообще. Тут, ну ладно, значит, это не мой стол. Тем более, перевозить икеевскую мебель в собранном состоянии, это, ну, в принципе, равносильно тому, что она как будто 10 лет пожила. Вот, короче, буду искать столешницу. Доставка Икея мне уже звонила, поэтому она скоро будет. И, ну, все, ничего, складывается. И сегодня, опять же, приезжает Дашен. У меня легкая паника. И надо продолжить уборку. Да. Товарищ, родненькая Икея. Приехала, все отлично. И мне кажется, я могу начать собирать тумбу. Я теперь не успокоюсь. Я нашла на Авито магазин со столешницами. И договорилась вроде о доставке. По крайней мере, я жду ответа, чтобы все оплатить. И мне все выслали. И поэтому я стол смогу собрать сегодня. Единственное, я немножко страдаю, что у меня нет моего шуруповерта. Ну, ладно, здесь не так много деталей. И, возможно, в сборке тумбы нужен будет их специальный ключ. Хотя у меня тоже есть в шурике эти насадки. И этот стол поедет на кухню, в квартирку. Блин, надо его тоже будет разбирать. Катя хозяюшка. О, детка, как я обожаю, когда вот это вот начинает все собираться. Красота. Короче, да. Вот это вот моя тумба. И колесики мне не нужны, потому что будет все стоять. Ножки у меня есть. Столешница, я надеюсь, сегодня будет. Прошу тебя, чувак, отвечай. Скидывай куда оплату. А так вот нельзя. Ой, обожаю инструкции. Вы, кстати, знаете, что они разрабатывали инструкции специально без текста, чтобы не переводить каждую инструкцию, потом не тратить на это деньги. То есть, у них одна инструкция на все страны. Икея, конечно, гениальна. У нее столько всяких таких вот мелочей, классных историй, где все для людей, все для удобства, для оптимизации бизнеса, господи. В общем, ну и я думаю, что она останется с нами. Музыка. 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 Так, это я. Я тут самым ужасным этапом начала заниматься. Это сборка ящиков. У меня с ящиками выдвижными всегда какой-то косяк всплывает. И сейчас я уже его ликвидировала один, потому что на эту палочку собиралась вот эта тоже сюда. Не спрашивайте у меня про название, я ничего не знаю. Специализированную литературу, опять же, надо читать. И знаете, что хочу сказать, что косяков много. Очень много каких-то мелких царапин. Ладно, здесь вот на внутренней части, вон, посмотрите, бликует как. Ну, как бы ладно. Ее не будет видно. Но какие-то мелкие, вот здесь вот, может быть, вот. Вот это вот, это не ототрешь. Это тоже, короче, прям такой скол. Ну, мне уже пофигу. Но, честно скажу, я вспоминаю объявление на Авито по поводу стола. И я такая, блин, сволочи. Ну, ладно. Что еще поговорить, может быть? Да, не знаю. Сегодня довольно-таки насыщенный день. Времени еще мало. Чувак мне не отвечает по поводу столешницы. И это очень плохо, потому что я бы до того, как приедут мои куклы, хотела бы стол уже собрать и этот разобрать. Потому что все это перетаскивать. Ну, короче, когда лишние люди есть, это не очень. Вот, а еще у меня шумит вентилятор. Я надеюсь, он не сильно вас беспокоит. Потому что надо было собирать в другой комнате, где есть кондиционер. Ну, ладно. На самом деле не так жарко. Вроде погода уже так успокаивается. И слава богу, сегодня я, когда ходила по всяким магазинам, аптекам и доставкам. Ветерочек был бодренький, все хорошо. И осталось мне три дырки. Давайте назовем это так. Всего лишь три. Так, дела как-то выглядят так. Надо убрать это по цвету. Так красиво все. Черно-беленькое, как я люблю. Нормально. Пока нормально все вроде. Но это мы еще не начали вставлять ящики. Обожаю Киев. Пятиминутный перерыв. Вот он мой вид сейчас. Алекс. Пумба Алекс. Все собрано. Все. Все собрано. И... Ну, как все. Тумбочка. Сейчас активная переписка на Авито. Ищу мастера по сборке кухни. И... Не складывается. Я уже говорила, что только по проекту собирают большую часть. Ну, ладно. Вот. И, в принципе, как бы за такой же ценник, как и в Леруа. Я такая... Ладно. Разберемся. Столешницу мне так и не ответили. И меня это бесит. Вот. Так, опять с переписки. Ладно. Буду дальше вдаваться в подробности. Я хотела за компьютером еще поработать. Е-е-е. А что это такое? Это смонтировался арт-влог. Неужели, неужели? Представляете? Час времени и... Ну, точнее, больше. Какой? Да. Сам арт-влог вышел почти на полтора часа. Много болталок. Но душевные любимые. Так что мое длительное отсутствие на ютубе я скомпенсировала длинным арт-влогом. И с очень красивыми картинками. А вообще все происходит не просто так. Вот эта длительная пауза заставила меня сейчас, именно в этот момент, когда я опять решила взяться за марафон по копированию. В этом влоге я делаю копии. И, наверное, в этом влоге самые классные такие инсайты были у меня от процесса копирования. И это все напомнило мне, насколько это реально классная практика, насколько важно вдохновлять людей на поиск чего-то своего, на какие-то задания интересные, необычные, чтобы залезть вглубь себя и вот вытащить что-то, вот то, что именно ваше самое теплое, самое важное. И затем даст вам возможность делать, творить что-то уникальное. То, что отзывается вам. Короче, красота. Я довольна. И я вроде как договорилась с мастером. Короче, вообще я удивляюсь. Знаете, вот надо все-таки торговаться. Сборка кухни 10 тысяч рублей в Леруа. И я уже так устала. Я даже уже не считала, сколько я сообщений отправила, сколько мастеров меня отфутболили. Начиная просто с вопросу, давайте проект кухни, у вас нет проекта, тогда не будем с вами работать. Короче, сборка в Леруа десятку. Я понимаю, что это дофига. И все мне предлагают 10 тысяч. Но там собирать, там не надо, ну короче, там реально кухня сама стоит, блин, копейки. И одному пишу. Короче, он тоже спрашивает про проект. Я говорю, да нет у меня проекта. Все уже, я говорю, просто меня достали. Говорю, это модульная кухня, тут ничего не надо, все готово. Я собрал как конструктор. Я говорю, и все в Леруа, я говорю, досчитали мне там 10 тысяч рублей. Он такой, за 10 согласны? Я такая, блин. Ну то есть я ною, что у меня как бы, ну не то, что денег нет, как я так написала, хорошо. Вот. Но я извинилась. Я написала, говорю, слушайте, извините, потому что я уже просто устала с этой кухней, не могу найти того, кто согласится мне ее делать. Типа, везде вот только за 10 тысяч. Такой, за 10 согласны? Я говорю, нет, у меня только 6. Он такой, ну давайте. Я такая, ого, короче. Но посмотрим. Сами понимаете, одно дело договориться, а другое потом результат получить. Но мне уже, знаете, вот, короче. И пойдем работать, чтобы найти деньги на сборку кухни. Да. Живем, так сказать, кредит. Кстати, у Павла Андреева как раз в это время вышло видео, прямой эфир на тему жизнь в долг, что ли. Ну, короче, про долги. И он там очень классно про деньги говорит. Прям и видос меня так вдохновил. И вообще сейчас очень много у меня интересных таких инсайтов появляется на тему того, как я отношусь вообще к финансам, к своим ресурсам и вообще к своим желаниям. И я опять взяла и отодвинула деньги на задний план, потому что я постоянно говорю, когда я фокусируюсь именно на цифрах, начинаю такая, так, вот это вот посчитаем, сделаем то, а не на том, что я хочу делать, не на эмоциональной составляющей, на каких-то вот целях глобальных. Это касается, может, вообще всего, и ремонта квартиры, там, что я хочу, и проектов в своих онлайн-формате. Ой, всё, просто я на себя засмотрелась. Вот, короче, надо просто перешагивать и смотреть в истину, что ли. Так звучит по-дебильному, ну, как есть. И всё сразу начинает играть с другими красками и двигаться, и это потрясающе. Да, Матильда, всё, ушла отсюда. И я хочу ещё смонтировать артлок, но пока экспортирую, 3 часа, ёлки-палки. 3.37, ну ладно, чем-то другим займусь тогда. Движ продолжается. Я замерила тумбу, и я косякнула. Я думала, 70 она в глубину, но нет, это про высоту было. И супер-супер, я написала, Надя, отмена. Как вот это вот, Надя, отмена. У нас Галя, отмена, давай, на кассу. Так, я с Надей, и я говорю, Надь, мне чувак, во-первых, не ответил до сих пор по поводу столешницы. Я всегда поражаюсь, ты готов деньги принести, и чего. В общем, я говорю, Надь, всё супер. Но встретимся мы только в выходные, могли, точнее, не раньше выходных. И так как я вроде пока на выходные договариваюсь с сборщиками мебели, то, ну, как бы с Надей не получится. И я говорю, Надь, а я бы стол сегодня уже собрала, говорю, давай я вызову Яндекс.Доставочку. И вот, курьер уже к ней едет, спешит. Другой конец Москвы за МКАДом. Но ничего, ничего. Это всё равно дешевле, чем если бы я у того чувака столешницу заказывала. И Икея. Санкционочка. Так, курьер выехал уже ко мне, Надя всё сгрузила. Мы параллельно обсуждаем змей и ремонты, квартир, продажи их и прочее. И кажется, я резко определилась с третьим художником для марафона. И это классно. Ну, кто будет? Ну, ладно. Нет, не буду пока говорить, пусть это будет интрига. Может быть, на этой неделе я начну работу над ним. Так, столешница приехала и гуманитарная помощь от Надя. Тут ломики и кеймские фломастеры. Господи, как я вас хотела. Как я соскучилась по вам. Так, о, это Дашен развлечение будет. О, так, кстати, более. Так, отлично. Сажа газа как красный, черный фломастер и так бумага. И тут у нас ещё красота. Художественная галерея. Это мы прям будем вообще изучать. Тут их дофига. Вот, прекрасно. Просто аж это целая, посмотрите, коллекция. Ой, Надя, спасибо тебе вообще. Так, колпачок от какой-то ручки. Всё разберём, всё в студию увезём. Ох ты! Полусухая в кюветках. Отлично. Так, первая нога пошла. Стол. Ты будешь моим. Ну, красавчик, привет. Ты мой сладкий. Видите, там у меня... Ну, провода сейчас я всё это закреплю, либо попозже. Но вот эта корзинка, в ней у меня просто секрет. Короче, так, сейчас я уберу. Угнитель. Роутер с проводами. У меня тонна интернет-провода. И как это всё спрятать? Корзиночку. Отличненько. Супер. Всё, арт-ложечек. Я не кокос. День сегодня прекраснейший. Просто спасибо всему. И мне очень нравится, как стол выглядит. Потому что тот был по-другому стоял. Он был меньше. А сейчас вообще так кайфово. И даже ещё больше места стало, несмотря на то, что стол больше. Ну, короче, просто прекрасно. Девочки мои ещё не доехали. Они, оказывается, выезжают позже. И я пытаюсь загрузить арт-влог. Минут через 15 уже поеду спускаться за вещами. Везут котят в Москву. С дачи. Там два чудесных котёнка. Надеюсь, они найдут своих хозяев. И просто я реально вообще вот такая вот. Но, опять же, день очень продуктивный. Если посмотреть, что я сегодня сделала. А я сделала сегодня много. Я сегодня написала сообщение по поводу своих классов. Что ещё? Я собрала тумбу. Я собрала стол. Всё сделала. Я, опять же, договорилась с Надей. Организовала курьера. И, слава богу, не заказала столешницу за деньги большего размера, шире, которая бы... Ну, короче, вот сейчас всё идеально. В общем, я очень довольна. Две доставки сегодня были. В аптеку сегодня пошла. Зашила то, что надо было зашить. Я уже забыла это. Поубиралась. Почистила ковры. Подтирала тут кое-что. Игрушки поскладывала. Короче, я молодец. Я заказала также краску. Да. Эмаль взяла. Попробовать для ванны. Отзывы хорошие. И буду красить. Буду красить. Надо посмотреть, когда придёт. Потому что я заказала через Вайлберрис. И в пункт, который рядом с квартирой находится. И также я заказала ещё чехол на стул. Там был от хозяйки, от хозяйки, от девушки, которая там жила. Икеевский стул и чехол, естественно, весь какой-то цвет. Господи, ужас. Весь убитый, в шерсти. Я его просто сняла. И поняла, что этот стол с чёрными ножками очень классно смотрится со светлым чехлом. И я нашла на Вайлберрис чехольчик на икеевский стул. Такой универсальный. И смонтировала арт-влог. Да. Сейчас надо ссылочки, описания. И, конечно, я нашла третьего художника для марафона по стилю марафона. Я ещё не знаю, кстати, до сих пор, как его обозвать. То ли это какой-то интенсив, то ли это какой-то... Ну, это не курс, это не мини-курс. Это реально такой марафончик. Но слово интенсив мне больше как нравится. Просто марафон уже такое заезженное слово. Поэтому... Будем решать. Ну, ладно. Всё срастётся. Короче, сегодняшний день. Ты прекрасный. И много общения сегодня было. Спасибо большое. И приезжает Дашен. Опять новый режим. Я ещё не спланировала завтрашний день. Не понимаю, как он будет. Меня ещё тут подбешивает профи.ру. Я там зарегистрировалась. И была тишина. А тут пошли какие-то заявки. И там всё платно. Я помню, что там, если ты берёшь клиента, заказ, то ты должен заплатить, типа, тысячу с чем-то рублей за то, что ты его взял. То есть, например, ты там за 800 рублей какую-то услугу предоставил, но должен площадке заплатить сумму больше. И это, конечно, ну, такое себе. И даже нельзя попереписываться, не найти человека. Короче, они сделали всё вообще очень круто, потому что никаких обходных путей. Но там интересные такие заказы. На какой-то я ответила на комментарий отказом, потому что у меня выше прайс. А мне задают вопрос, а я не могу ответить. Просто. То есть, вот я не могу зайти. Для того, чтобы покоммуницировать, мне надо заплатить 50 рублей. И тоже, знаете, как-то, блин. Ладно. Но всё. На этом завершаемся. Пойду скоро встречать своих девочек и спать. Очень хочу спать. Следующий день, надеюсь, ты будешь такой же продуктивный. Утро начинается не скоро. Так, как мне нравится моё новое рабочее место. Как компактно. И почему-то, блин. Ну, не почему-то понятно, почему больше места. Я уже об этом говорила. Но я продолжаю радоваться. Новый день, новая маска. Среда. Потискали змея. Снимали тут его с ручек. Даша очень любит его на ручке шкафа вешать. Ему кайфово. Но потом снимать его. Он такой уже сильный, такой большой. Ммм, классненький. Обсуждали ещё с Надей то, как купаются змеи. Кто-то любит, кто-то не любит. Кто-то вот распробовал попозже. И, видимо, в связи с погодой. Кто-то любит насрать в ванну свою. У змеи такое было. Но прошло. Это осталось в прошлом, в детстве. Так что всё нормально. Вот. И я сегодня с утра проснулась, наверное, в 5 утра. С тревожностью. Понятно, потому что я вообще не понимаю, как сложится день. Ибо приехала Даша. И мне надо очень много всего сделать. И консультацию. На консультацию мы решили сдвинуть на денёчек. Потому что не успевается сделать домашку. Вот. Так что одним пунктом меньше. Но с другой стороны лучше сделать. Поэтому ладно. Но, по крайней мере, с чем-то вопрос решён. Мне ещё надо перевести вещи. Опять же, стол. Я сейчас договорилась с подругой. И надеемся, что стол, столешница влезет. Ножки-то я открутила. А вот, ну, короче, надеюсь. И сейчас я думаю, влезет ли зеркало, которое я хочу из студии перевести туда. И, короче, вот такой вот будет маршрут. Также мне нужно снять онлайн-скетч. И я хочу дать такое задание, когда рисуешь вслепую. То есть, несмотря на бумагу. И потренироваться с портретиками. Это офигительная практика. Ну, прям вот классно. И надо самую порисовать. Только вот что выкладывать. Я хотела попросить свои какие-то фоточки-портретики, чтобы вы скинули. Все, кто участвует в онлайн-скетче. Потому что благодаря контакту, кстати, у меня есть зрители онлайн-скетча, которые, в принципе, не подписаны на мой канал, что тоже очень круто. Но я подумала, что мало кто это сделает. Поэтому буду просто брать фоточки из Пинтереста, портреты. И в альбом загружу просто свои примеры. И, соответственно, надо их сделать как можно больше. У, колоночка моя тут лежит. Так, что еще? Я сегодня нарезала карточки для звуковых этих схем. Даже для школы. Не успела заказать. Поэтому нарезала сама. И все чудесно. Сложили уже рюкзак. Потому что завтра 1 сентября, завтра 1 сентября. Надо будет сегодня все нагладить, подготовить. Но это вечером. И в студию мне надо съездить еще. Потому что там мебельный степлер, ткань. Мне нужно сидушки. Обтянуть стульев. И подумать, что сделать со стульев. Мне, на самом деле, очень нравятся... Они деревянные именно. Но посмотрим, насколько можно их отмыть. Короче, все вот так вот. И да, я сегодня прям села. Так я думаю, надо составить список именно на этот день. И также я очень хочу порисовать Матисса для третьего блока по вот этому марафону. В поисках стиля. Вдохновляемся художниками. И я буду брать именно графику его. Потому что... Ну, живопись это одно. А графика и третий блок, он должен быть таким немножко расслабляющим. Потому что два предыдущих. Так, Матиль, дайди отсюда. Секунду. Так, возвращаемся. Два довольно-таки таких серьезных. И заканчивать надо всегда полегче. Потому что я прям чувствую, какая нагрузка будет. Ибо я сама через это все прохожу. Вот. И с Матисом можно хорошо поразвлекаться. И многое главное из него вытащить, вдохновиться. Вот. Ну, это все в марафоне. Так. Что еще? Да вроде все. Может быть, Даша еще погуляет с папой сегодня. Но пока не понимает, что у него там с режимом. Вот. И я тут как-то вот так вот все. Короче, жду Настю. И будем выдвигаться со столом с кучей вещей. А, еще сумка от Нади. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Настя за мной сейчас уже выехала. И я поскетчила просто это 5 минут. И это офигительная тренировка. Посмотрите, какая красота. Вот захочешь, так не нарисуешь. Супер. Просто я дико довольна. И это шикарная тренировка. Вот это вообще супер. И национальные какие-то классные портретики брать. Супер. Отлично. Все. Собираюсь. Артложечек. Я в студии. И тут прекрасный запах растворителей, масляной краски. Давайте мы посмотрим на картины при дневном освещении. И я думаю, вы видите разницу с предыдущим вложечком. Так. Сообщение. И вот эта красота. Короче, кайф. Кайф. И мы... Я тут уже сегодня была. Надо открыть окошко, чтобы проветрить. Потому что с Настей мы заехали, выгрузили стол. Мой прошлый рабочий. Заехали сюда, забрали зеркало. И... И что? И садимся. Я взяла мебельный степлер, но я забыла, товарищи, ткань. Ну, в целом, как бы она мне все равно домой тоже нужна. И потом захвачу все-таки кусок тряпки отнести нормально. Жарко-жарко. Хорошо. Блин, только я не зашла, не купила молоко, чтобы сделать кофе. Видимо, буду кофе пить без молотка. Мне нужно снять онлайн-скетч. Я очень рада, что порисовала портретики. И мне прям хочется еще и еще. Потому что это офигительная практика. Как хорошо, что Женя, спасибо, напомнила мне про нее. Я сфотографировала все, что мне нужно сделать. И... И что? Авито пишет. Исполнитель о работе договорились? Нет еще. Нет. Не договорились. Вот. Ладно. Позвоню еще у бабули, спрошу, что там Дашен. И мне надо все это оперативно. И... И хочется поживописничать. И батарея садится. Супер. Это знак. Супер. 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 А у меня еще тут сумка со всякими приятностями, которые мне Надя передала. И тоже ее посмотрим сейчас. Распакуем. Супер. Здесь горит. Супер. Все отлично. Распакуем. В сален. Был дописнился. Супер. Супер. Тыburg. Продолжение следует... Так, друзья, закончила я копировальню. Вот такая вот у меня стопочка. И еще мои работы, короче, о, дофига. И спасибо FixPrice за черную бумагу. Я кайфанула. Вот все-таки как? Время летит, когда ты в процессе. И я немножко подустала даже. Очень-очень завальный горизонт. В странном такое состояние. Вроде хочется что-то еще поделать, а с другой стороны я в ресурсе или нет. Может быть, я еще в небольшом напряге, потому что завтра 1 сентября, и надо еще там отгладить форму. Вот это вот все. Морально приготовиться. Обувь. И себе тоже понять, что надеть. Короче, вот. Но в студии так хорошо. Запах красочки. Ой, я так кайфую. Но, наверное, я уже буду не в ресурсе, и хочется как-то это... И потупить. Не знаю, не знаю. Вот. Еще надо фотографии наделать. Он мне так лень. Вот. Как быть? Ну, как же быть мне? Какой твой номер? Не знает его здесь никто. Ладно. Зависну в телефоне, пожалуй. Это всегда спасает. Продолжение следует... 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 Ну что, плюс одна картинка в серию, и она мне очень нравится, да, и цвета тут вообще, короче, супер. Небольшая, еще я сделала эту первой, но она мне не нравится. Красивые, да, цвета, но, короче, скорее всего, я ее закрашу, поэтому как-то так. Но это нормально, надо было начать с холста поменьше, и я очень рада, что благодаря этой работе получилось это. Ну, вы знаете, что всему свое время, и не всегда выходят шедевры, вот, поэтому я стараюсь рисовать больше, потому что тогда вида больше крутых работ, точнее, они получаются. Да, супер, супер, вот, складывается, складывается. Ну, сейчас я буду потихонечку собираться, хотя время не поздно, но уже, как бы, пора. И тем более, что я вообще не думала, что получится порисовать, но я сегодня продуктивно молодец. Я записала и онлайн-скетч, и сделала копию Матисса, и в его стилистике еще поделала портретики, и ботанику, и это вообще кайф. Я очень довольна с собой. Да. Я молодец. Ну, все. Остался монтаж, это все дома, и подготовка к первому сентября. Арт-ложечек из студии, привет! Ну что, как пост был у одной девочки-стилиста в Инстаграме? Первое сентября, москвичи, тренч, вот, да. И сегодня не первое сентября, вчера я не брала в руки камеру. Ну, и ничего страшного. Мне нравится такой формат, буду вам чутенько и быстро выдавать. Я пришла, сейчас буду раздеваться, я голодная, зашла в магазин, чтобы купить себе завтрак и молоко, потому что хочется кофеечек, хочется кофеечек. И давайте при первое сентября, вчера было первое сентября, и день очень странный, сумгурный. Я такая гнобила себя к вечеру, потому что, ну, Катя, ты ничего за этот день не сделала. А потом я вспомнила, что был праздник. Но на самом деле я как-то очень спокойно к первому сентября отношусь. У меня особо эмоций каких-то таких не вызывает, потому что я понимаю, что весь движ, связанный со школой, с новым периодом, он будет в процессе. И не знаю почему, но вот у меня нету такой вот прям символики вот именно этого первого дня. Хорошо это или плохо, не знаю, но на самом деле понимаю, что для меня это хорошо, потому что нет такого прям эмоционального какого-то включения, передозного. Очень важно, конечно, за своим состоянием следить, контролировать. Сейчас мне надо тут все сложить. Как всегда, счет за электричество. Все, студия платила, все отлично. И прошло все хорошо. Так, счет-то надо взять. Подождите, подождите, у меня все это, все тут. Ой, картиночки мои сладкие. И вот, вот, дорогая. О, красота, красота. Это как на пост, ну не на пост, на сториз мне Вика. Типа, женщина, что ты делаешь? Ну, типа, картинка классная, все дела. Я говорю, я делаю красоту. Да. Я сама очень довольна. Одно это работает. Вторую я все-таки закрашу, потому что, ну, это такой естественный процесс работы над серией. Что-то получается, что-то нет. И тут главное отсеивать. И вот это вот такое состояние самокритики, вечного недовольства, я как-то, видимо, научилась правильно его воспринимать и фильтровать, что действительно хорошо, на мой взгляд, что не очень. Реально, шизофрения не шизофрения, но когда ты умеешь отделять внутреннего профессионала своего от внутреннего критика, это очень круто работает. Потому что для творческих всегда практически работает эта история с недовольством, с заниженной самооценкой, даже если ты делаешь все круто и получаешь хороший комментарий, такой, нет, это говно. Ну вот, и тут много, на самом деле, причин не двигаться дальше с тем, что ты сделал. Опять же, самооценка, какие-то еще наборы всех там комплексов травм, страхи, опять же. И, ну, собственно, все эти наборы, они и ведут к страхам двигаться дальше, показывать что-то, страх быть отвергнутым. И вот эта вот вся каша, она, блин, очень многих художников тормозит и не позволяет им нести в мир прекрасное. И работая с людьми, как я рада, что я открыла для себя формат консультаций, и я реально вижу столько классных людей, которые имеют такой богатый внутренний мир и которые готовы выдавать его в творчестве, у которых есть такие порывы, задатки и навыки, но которые по разным причинам этого не делают. И это очень круто, что я могу внести свой вклад и как-то изменить ситуацию. Это прям вот вообще меня очень-очень радует. И возвращаясь опять же к себе, я тоже через это все проходила, и мне это очень понятно. И я, общаясь с людьми, понимаю, что для меня это настолько ценно, вот как в расстановке, которую я делала с психологом, мне нужно было выбрать фигуру клиента моего. И я выбрала бриллиант, такой большой у меня, такой стекляшка такая, заказанная с Алика Даше для игр ее. И я понимаю, что да, то есть мне, вот это вот мой клиент, мне хочется, чтобы этот бриллиант сиял, то есть если он чуть запылился, почистить его. И на вопрос Марины, типа, а что ты делаешь для клиента, какой он будет вот после того, как поработал с тобой, или вот что-то от тебя получил. И я такая поднимаю этот бриллиантик и ставлю его на красивейший подсвечник латунный. Ну и то есть вот бриллиант прям просто, он как будто и в огранке, и становится выше, и через него уже преломляется свет. Ну короче, прям вот я так это прочувствовала, и это тоже придает силы какой-то уверенности в том, что что ты делаешь, ты просто знаешь это, и делаешь, и чувствуешь ценность. Вот, и я уже забыла, с чего я все начинала. Ну давайте вернемся к первому сентября. Да. Короче, все прошло, все супер. Консультацию я провела, первое сентября тоже. И вечером еще на площадке чуть-чуть потусили, пообсуждали все как шло. И сегодня тоже у нас будут собираться там нашим между собойчиком с детьми. И радоваться тому, что процесс школьный запущен. Но Дашен сегодня едет на дачу, поэтому у меня должны быть очень насыщенные выходные. Я этому радуюсь. Опять же, ремонт. Я поеду, у меня выходные сборка кухни. Я не представляю, как это пройдет. Мне еще надо в хозяйственной, чтобы докупить кучу всего для кухни. И опять же, ну я жду краску, блин, сволочи. Краска так и не пришла пока еще в Wildberries. Эй, я забыла, что хотела сказать. А, расскажу немножко про Дашен. Я поняла, что мой детеныш умеет стрессовать. Ну, то есть это вроде как бы логично, но перед первым сентября была очень наглядная картина. И я порадовалась за Дашен, как она воспринимает свои чувства, эмоции. Для меня это очень-очень важно. И я всегда в каких-то ситуациях акцентирую внимание именно на том, что она чувствует, что ей хочется и что она может сделать с эмоциями, которые у нее появляются. Понятно, что я это прямо на примитивном каком-то уровне делаю. Тут даже и расстановочные такие практики подключаются, когда там мы на игрушках можем какую-то ситуацию проиграть. Ну, опять же, максимально все это комфортно. И вечером, 31 числа, мы садимся ужинать. И Даша, значит, села, такая, я хочу конфетки. Я говорю, слушай, ну конфетки после ужина. Сейчас ты покушаешь лис с рыбной котлеткой, и все будет круто, все ты поешь. Значит, я ей все поставила, и она такая сидит, а я понимаю, что она в каком-то странном состоянии, я даже не помню ее в таком вот состоянии. И она такая, я не могу есть, я хочу, но я не могу. Я говорю, ну может быть тогда попозже, я уберу, ты попозже поешь. Не знаю. Я убираю, она такая, нет, 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 верни тарелку, мне надо поесть, потому что я хочу конфет. Я говорю, ну давай ты одну конфету съешь, и мы поужинаем тогда через полтора часа, когда действительно проголодаешься, может ты не голодная. Нет, оставь. И она берет, и она прямо такая, и я не могу есть. А я прям вот, ну короче, это продолжалось раз десять, когда я убирала тарелку и ставила назад. И я это делаю спокойно, но я начинаю уже беситься потихонечку. И я, значит, даже рявкнула, я говорю, Даша, я говорю, что это за фигня? Я говорю, что это, ты либо ешь, либо не ешь, мне уже надоело. И, значит, ушла в комнату. И тут до меня доходит, что у меня ребеночек стрессует. И я такая возвращаюсь к ней, говорю, Даша, ты что, переживаешь, нервничаешь, стресс у тебя? И она как раз плачется, такая, да, я такая, ой ты мой сладкий, и мы пообнимались. Я говорю, ну чего стрессуешь, давай рассказывай. Она вообще в целом такая у меня, если она что-то не хочет говорить, она не будет говорить. А тут она такая, значит, да, я боюсь, что я буду там одна. Я говорю, ой, какой одна? Я говорю, во-первых, я тебя не отдам куда-то, где хоть какая-то опасность может быть. Во-вторых, говорю, там весь вообще твой класс, вся твоя группа, в нашем классе, кстати, в первой параллели, больше всего детей из детского сада. Я говорю, и ты даже не из своего детского сада, соседка туда ходит, софа, короче, все огонь. Ну, типа, да, да, но вот сам факт того, что она выплеснула это, проговорила, ее сразу успокоило, и было супер, вот. И 1 сентября прошло классно. Вот, ладно, все, я хочу позавтракать, может быть, я что-то посмотрю на ютубе, я очень хочу сегодня порисовать. Так, 9 утра всего лишь, супер. И сегодня Алена Лавдовская пригласила на свой бранч в Пушкине, я очень хотела пойти, я видела анонсы, но я вообще не успеваю по времени, и я прям очень расстраиваюсь, и когда мне она еще написала, позвала, я такая, блин, Алена, я говорю, не могу. Я говорю, надеюсь, это не последний твой бранч, поэтому в каком-нибудь арт-ложечке мы с вами вкусненько поедим и вкусненько порисуем, вот. А я сейчас буду есть, хотел сказать, не вкусненько, нет, тоже вкусненько. Первая еда за день, это чудесно, тем более с горячим кофеем, с молоком, все, и ютубчик. Ой, друзья, я записала итоги месяца. Мне кажется, они очень длинными вышли, но такие душевные. И я, знаете, даже для себя сейчас просто пересмотрела этот месяц и убедилась в очередной раз, насколько движ, вот, не то, что даже вовремя, а насколько все правильно и гармонично в этом мире. И как это все важно для меня. Это прям вот кайф просто. Мне даже надо отойти от этого разговора, я там чуть не разревелась даже. Ну, вы уже видели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пошел дождичек, и следом в пару нарисовалась вторая. Быстренько, как всегда, разрисовываемся. Надо начинать с маленьких холстов. Почему я сразу на большие перехожу, так сказать? Короче, я довольна, ну, практически, если честно, я думаю, что я еще над ней поработаю, но когда я сделала эту, это я довольна на 100%, и это заиграло вообще по-другому. Вот они вместе, просто потрясающе смотрится, и камера, как всегда, цвет не передает, поэтому моя мысль о том, что должна быть выставка для этой серии. Все укореняется и укореняется. Очень-очень я довольна, и много думала по поводу цвета, как я с ним работаю, как я кайфую, и как мне нравится намешивать какие-то сложные оттеночки, раскладывать их друг с другом. И что у меня это получается? Господи, как хорошо. И смотрю на эту картинку, и так мне нравятся вот эти вот линии, прям просто. Мне очень приятно, когда глазу можно погулять по классным линиям. Я сама обожаю выглядываться в работы, бродить по ним взглядом, опять же. И мне очень нравится, когда я свои работы понимаю, что точно так же воспринимаю, как и другие крутые какие-то картины. В общем, довольна. И вот это вот прям, ой, ну красота. Красота просто. И причем я их все вижу в интерьере, что мне очень и очень нравится. И сейчас чуть-чуть посидела в интернете, в телефоне. Ну давай, экспозиция, ладно, слишком мощно. В студии свежо, прохладненько и очень кайфово. Я собралась домой, на самом деле я собралась домой, даже закрыла окошко, когда докрасила первую картинку. Но думаю, блин, нет, нельзя терять вот это состояние, когда ты разрисовался. И сейчас возьму маленький холст и быстренько нафигачить. Ну как маленький, 40 сантиметров для меня, да, это маленький. Но на самом деле я хочу в этой серии и прям совсем малышек нафигачить. Может быть здесь будет и гуашь, но хочется, конечно, масла. Но у меня нет таких... А, кстати, нет, у меня были холсты. Да-да-да, вот, я нашла, супер. Отлично, отлично. Видите, сколько у меня тут вообще красоты. Кстати, да, здесь нет зеркала. Я его отвезла в квартиру. Короче, я прям их возьму. И мне хочется сделать... Ой, 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 ой. Ну типа как триптиха, может быть. Малевич, малевич. Круглые, не знаю, круглые холсты. Это такая... Сейчас пошлота для меня. Но, с другой стороны, круто. Мне нравится вписывать, опять же, какие-то композиции в них. И, опять же, маленькие. И для разнообразия в серию всегда хорошо такое. И, опять же, если несколько сделать работ в одной какой-нибудь цветовой гамме, они действительно будут круто выглядеть. Супер. Господи, я сто лет на Озоне ничего не заказывала. А тут нашла холсты. Сколько их тут? Пять штук? Да, пять штук. Супер. На картоне. То есть и небольшие я очень люблю, потому что их удобно оформлять в багет. Вот. И еще надо подумать вообще про оформление. Я вспомнила про эту раму. Она как раз из Питера. И, наверное, будет очень символично ее взять. У меня тут еще одна такая лежит. Похожая на другая. И надо вообще тоже вытащить, чтобы приукрасить чуть-чуть студию. А еще я подумала, что в эту коллекцию и вот эта моя серия тоже пойдет, если будет какая-то выставка. На самом деле, когда выставка организуется, ты собираешься для нее. Тут очень много, что может на меня. Потому что есть серия работ, а есть помещение, где ты все это выставляешь. Блин, я так говорю, как будто уже выставка будет. Но на самом деле, мне кажется, это хорошо, потому что это двигает тебя к тому, что тебе хочется. Ну, блин. Потому что ты работаешь в серии, и все. Уже все складывается. Короче, начала я говорить про помещение. И бывает так, что работ, например, очень мало. В итоге ты нарисовал прилично, а для помещения еще там есть пару уголков, которые нужно чем-то дополнить. И тут вступает фантазия, и можно либо что-то еще накрасить в эту серию, либо подобрать какие-то старые работы, которые тоже вписываются в эту историю. Тут все уже зависит от общего концепта и идеи. И я всегда, когда начинаю работать с каким-то проектом из серии, стараюсь держать фокус на какой-то идее. И в первую очередь, это эмоциональная составляющая, что для меня это значит. И я всем, с кем работаю, говорю про это постоянно. Про то, что очень важно вкладывать частичку себя именно в какую-то душевную составляющую, чтобы вы эмоционально в первую очередь складывали все и получали целостную для себя картинку. Вы можете даже это не объяснять теоретически, вы можете даже это не понимать, но это всегда чувствуется. И когда вы все отпускаете и начинаете подбирать именно то, что вам близко, то тогда вот эта история, она и начинает, сказать, проявляться, и все слушают этот рассказ. И здесь в серии, в любой выставке, то есть мы не ограничиваемся только полотнами, тут может быть что угодно. Здесь можно и из скетчбука какие-то зарисовочки нафигачить. Можно их отсканировать, сделать какие-то коллажи, можно и световые какие-то истории. То есть не обязательно упираться в одну технику. Наоборот, чем больше разных техник, тем интереснее получается. И я вот думаю про графику даже добавить какую-то, может быть. Но это все потом, опять же, потому что пока холсты должна быть, опять же, база должна быть то, от чего отталкиваемся. Здесь можно даже и какие-то а-ля инсталляции что-то еще сделать. Может быть вам в этой серии, как мне сейчас, я думаю, захочется из керамики какую-нибудь вазу слепить, потому что такие цветочные истории, я помню, у меня хорошо шли. Вот я смотрю сейчас на стаканчик, который я лепила. Почему бы и нет? В общем, это очень вдохновляет. Это, знаете, так прям заставляет крылья расправляться, потому что ты понимаешь, что нет ограничений, что есть возможность раскрыться, проявиться, показать себя. И это очень круто, да. Ладно, я буду собираться, тут дождик шел, потом закончился, и я такая, все, пойду, и опять начался дождик. Но сейчас, вроде, опять закончился, поэтому надо по-хорошему выбегать. Да, и ребеночка отправить на дачу, и зайти еще в хозяйственный магазин. А, и краска, кстати, пришла, спасибо, Wild Days. Все, буду собираться. Так, мне только надо вспомнить, что в хозяйственном покупать. Да. Ммм, красота. Субтитры подогнал «Симон» Так, все, я дома. Ну и что вы хотите, я, да, жизнь с ребенком сразу. И кошечка. Ряжу, кто давно не видел ряжу? Ряжа. Привет. Привет. Короче, под самый ливень просто у меня тренч стал такого нового цвета, потому что я промокла полностью. Вот не угадаешь, когда выходить домой. И я прихожу в себя, потому что я, говорит, в тонусе. Я отправила на дачу девочек. И сейчас обсуждала пиньяту, которую хочу сделать в подарок Свете. Спрашивала у мамы Светы, какая будет форма. Я обязательно запишу видео, как ее делать. И она прислала два варианта. Там такая, типа, кексик мороженка и авокадо. Я думаю, блин, авокадо – это тема. Девочки прутся сейчас от авокадошек. Тоже, блин, чё их так прет? Мы все на авокадо подсели сколько лет назад, когда это стало в тренде. А они только сейчас. Ну ладно, не самый плохой предмет для фанатизма, скажем так. И также она спросила, чем наполнять. И наполнять пиньяту вообще можно чем угодно. Тут главное, чтобы это не билось, конечно же. И вот чем больше мелких предметов, тем лучше. И я зашла на Вайлдберрис. Там как раз куча всякой ерунды наборами. Конечно же, нужно в пиньяту добавить конфетти, чтобы это и красиво еще разлеталось. И плюс тоже добавляет объем конфетти. Лучше такие полосочки. Продаются вот как гирлянды, такие дождик. Вот их можно взять, порезать, конечно же. Но вот если есть, которые такими завитушками, будет еще круче. Потому что они и объем придают, и, ну, в общем, веселье. Но и также, которые кружочками, рассыпную, тоже будет очень-очень красиво. И всякие наборы игрушек антистресс. Они недорогие и прикольные. И это все классно, когда большая компания детей все это дело разбивает. Все довольны. Все набирают, что хотят. Ну и конфетки тоже можно. И здесь идеально подходят чупа-чупсы. По-моему, в пятерочке или где-то продаются в развес такие маленькие чупики. Это вот идеально. Потому что они не такие большие и недорогие. И тоже детям весело. И можно с собой забрать. И все, опять же, в индивидуальной упаковке. Короче, развлекаемся как можем. И также наборы всяких змеи резиновых обязательно. Это будет мой вклад, что я делала эту пиньяту. Вот. И я морально себя готовлю, чтобы выходить. Я не знаю, в таком тонусе. Это прям как-то странно. Может быть, не стоило второй кофе пить. Надо будет не забыть зайти в магазин и в Wildberries. Камеру, не знаю, брать, не брать. Давайте лучше не буду брать, чтобы я просто занималась там делами. И сегодня я переписывалась с мастером. Может быть, он завтра приедет. Поэтому мне надо сегодня максимально все приготовить. Расчистить кухню, чтобы был порядочек, чтобы было где ее собирать. Вот такие вот дела. Арт-ложечек. Это я. Вечер почти 11. Да, блин, почти 11. Я вернулась из квартирки. Завтра, все-таки завтра должен приехать мастер, точнее, два, которые будут собирать кухню. И мне надо эту кухню подготовить. Но я сегодня молодец. И главное, что я начала чувствовать завершение, скорейшее, вот этого вот всего. Это очень приятно, потому что все это время я как-то не чувствовала уюта, вот дома. Мне хотелось вот какого-то такого ощущения. А что у меня экран такой пыльный? Я же тебя протирала. Вот. И сегодня я убрала весь мусор с пола. Застилала там от краски, потому что я красила стены. Единственное, я только одну стену не покрасила на кухне. Мне так нравится, как она выглядит белой и не красила, потому что надо было там сбить еще остатки от цемента. Я все зашпаклевала. Все прекрасно, все красиво. Покрасила плинтуса, наличники. И вышла лажа. Я очень хотела светлый цвет и взяла эмаль, которую колеровать нельзя. Но я взяла две эмали, коричневую и белую. И такой прекрасный оттенок, такой сложный, такой серо-коричневый. И я такая думаю, блин, надо чуть-чуть еще. И в итоге сделала его темнее, и он практически сливается с цветом стен. Я такая, блин, ну ладно. Я начала красть. На самом деле надо было зафигачить остатки коричневой краски и сделать темнее. Но я так сделала на кухне, и выглядит супер. Мне очень нравится. И прям, ну короче, красота. Еще я обтянула две сидушки. Перетянула, точнее, на стульях. Мне очень нравится старая деревянная стулья, которая там есть. Два. И сейчас там серенькие сидушки. Я принесла мебельный степлер из студии. Все вот хорошо. Мебельный степлер наконец-то поработал. Не холсты натягиваем, а обивку, так сказать, мебельную меняем. И главное, что я сегодня сделала, это затирка швов на плитке в ванной. Я этого никогда не делала. Я посмотрела, естественно, видосы. Как выглядит мой запрос сейчас в Ютубе? Как сделать затирку? Как ее разводить? Я ее разводила, конечно, это просто. Там, значит, на 2 килограмма 60, там 600, 650 миллилитров теплой воды. Я такая, а где взять весы? Короче, мерила всеми банками. Я же привет. Всеми банками из-под шпаклевки. И все получилось. Долго, конечно, мешала. Оставила я. Думаю, ладно, пойду сейчас покрашу плентуса. Ну, хорош, а, детка. Но в итоге все получилось. И я слышала в отзывах, что затирка свеженькая так сразу обновляет интерьер ванной комнаты. И это реально так просто. Сразу ванна шикарная стала. Ну, я, правда, там еще не покрасила стены. Но краску я забрала. И решила, что сегодня затиркаю. И хорошо, потому что затирка это долгий процесс. И руки у меня дико болят. Кстати, из-за того, что я много работаю сейчас в ремонте руками, постоянно что-то там соскребаю. У меня так болят руки. И когда я начинаю рисовать, у меня болят пальцы. Все. То есть я сейчас, конечно, качаю свои мышцы. Ого-го как. Вот. В общем, процесс идет. И мне кажется, завтра, когда кухня встает... Я, правда, очень боюсь всего этого процесса. Но, надеюсь, все срастется. И, в общем, когда кухня встанет, будет вообще уют-уюточный. Нужны карнизы. Карнизы, карнизы, карнизы. Не могу найти по бюджету, по внешнему виду что-то подходящее. Ну, ладно, найдется. Запрос, так сказать, есть. Вот. И еще у меня там два икеевских столика. Такие журнальные. Ну, классические. Не помню, как они называются. Они, правда, в таком состоянии. Я вот думаю, что с ними сделать. Вот я очень хотела давно попробовать обклеить такой маленькой плиточкой. Модный такой столик сделать. Но надо эту плитку заказать. Вот клей для плитки. И вот это вот все. И замерить вообще стол, чтобы понять, сколько нужно этой мозаики. Но мне хочется попробовать. Да. Если получится круто, я хотела сказать, заберу. Ну, куда тут? У меня тут негде ставить. В общем, день сегодня продуктивный. И я довольна. Ребенок. Второй день в школе. Кстати, у меня Даша потеряла карточку. Ей выдали карточку проходную. И она ее потеряла где-то в школе. Просто вот чего-чего. Этого я не ожидала. Отлично. Накрасила две прекраснейшие картинки. И опять море отзывов в личку. Спасибо. Очень приятно. Я сама очень довольна. Особенно этой малышкой темненькой. Вот. И смонтировать надо итоги месяца. Надо, да, позаниматься делами. Где там моя камера. Да. Короче, все классно. И вот это вот ощущение какого-то уюта, которое пошло. Я вот от Вики Селиной вот это вот слово «уюточь». У нее же есть курс для дизайнеров начинающих «Уют-уюточь». Вот мне очень слово нравится. Я его часто употребляю. Короче, очень классно. Я очень рада. И надеюсь, это все сохранится и приумножится. Потому что хочется вот, чтобы было красиво. Я позвала риэлтора. И мы начали процесс. И все кошки пришли. Я вас покормила. Вы пришли сказать спасибо. Молодцы. Все. В душ. И спокойной ночи. Блин. Это нормально вообще. Я, видимо, все-таки устала. Потому что я искала камеру. Она была на кровати. Пока наговаривала. И до меня дошло, что камера-то здесь. Катя. Артушечек. Доброе утро. Я мерзну вообще. Я уже проснулась. В 8 утра. Я позавтракала. Я побыла в душе. Отогрелась там. Потом опять замерзла. Попыталась записать Даш на кружок. Очень странно. У меня почему-то из личного кабинета пропали дети. Ну, один ребенок, конечно же. Если не считать домашних животных. И почему-то их нет. Это очень странно. Потому что невозможно настроить дневник. И, вероятно, какая-то ошибка в данных, которые есть в школе. Я почитала. Почему такое может быть? Ну, разберемся. Мне этот дневник не к спеху. Записала только на мультипликацию. Очень хвалят у нас этот кружок. Хотела спортивную секцию, но опоздала. Опоздала. Да. И задумывая опять свидетельство о рождении. Пришлось вводить, видимо, какой-то глюк. А-а-а. Вероятно, свидетельство о рождении старое. Да. Когда мы в садик отводили. Было одно. Потом я делала дубликат. Можно быть в этом косяк. Разберемся. Что еще сказать. Я собираюсь. Ремонтные дела меня ждут. Я под впечатлением от вчерашнего состояния. И у меня теперь небольшая паника. Вдруг я сегодня приду и будет совершенно другое. Но надеюсь, что нет. Мне нужно будет покрасить ванну. Покрасить туалет. Ну, я еще не знаю, какой цвет. Остатки краски есть. И можно поэкспериментировать. На кухне в итоге стену я пока не крашу. Потому что сегодня должны устанавливать. Ну, как они будут устанавливать, если я там буду красить. Вот. Стена, конечно, красочка быстро высохнет. Но нет. Подождем. Придется зато все заклеивать, чтобы не это... Не испачкать. Ну, ничего страшного. Вот. И чистить полы. Да. Меня очень бесят следы масляной краски. Или, ну, наверное, это масляная краска, которая еще застройщик красил плинтуса. И вот красили вообще прям поверх. Я еще вспомнила, что, кстати, в школе была такая фишка, что у плинтуса покрашены были не прям стык, где заканчивается плинтус, начинается пол. А была еще дополнительная такая полоска. А может быть, кстати, плинтуса и не было. Вот. И я подумала, что, блин, можно использовать было этот лайфхак. Но это было бы странно. Вот. Согласимся. Поэтому я сегодня буду с ножичком, со шпателем, со всякими растворами пытаться это дело все быстренько ликвидировать. Вот. Короче, держу кулачки. Посмотрим, что получится. Арт ложечек, доброе утро, воскресное. Сегодня будем закрываться, но это все вечером. Ой, когда приедут девочки, да. Я что-то вообще не кокос. С такой загруженностью с утра посыпаешься, и самое удивительное, просыпаешься где-то в 6 утра и бодрячком. Фокус. Ты мне специально, да, блер делаешь, хорошую кожу. Ну, такой, нет, наверное, надо еще поспать. И вот спишь, и потом такой, что? Что это было? Короче, вчерашний день был очень продуктивный, и чего я только не сделала. На самом деле, много чего я не сделала, но был важный этап, это сборка кухни. Ребята, которых я нашла на Авито, потрясающие. Причем это случилось так спонтанно, я писала очень много кому. Ну, я уже запуталась. И кто там? Дельшот, дельшот. Писал, и я такая, да. А я выбирала тех, у кого хорошие отзывы. И потом я посмотрела фотографию, такой такой дельшот, думаю, господи, ну ладно. Но беседа очень вежливая, все хорошо, и ребят просто классные. Пришли такие вежливые, быстренько все собрали. Вот реально люди, вот я даже с собой какой-то параллель провела. Очень четко, очень быстро. И собрали ее там, я не знаю, за сколько часов, но я просто тоже занималась своими процессами. Пока они собрали кухню, я докрасила ванну. Я покупала краску для ванн и кухонь. Такая типа суперстойчивая, которую можно мыть. Она не глянцевая. На два слоя мне хватило банки в ванну, но по-хорошему там нужен третий, чтобы прям все выбелилось. Также я, что я там сделала? Отмывала стиралку. Опять передаю привет девочке, которая там жила, потому что она, конечно, устроилась со стиралкой полный ад. Сейчас стиралочка прекрасная, надо будет сегодня, надеюсь, постирать что-нибудь, чтобы посмотреть, насколько она жива. А то мало ли. И сейчас я перекинула видео. Хочу итоги месяца смонтировать, чтобы поделиться трэшем с вами. Потому что арт-слорчики, как вы знаете, выходят с запозданием. Следующий, по-моему, должен быть по поводу дня рождения. Надо его... А, нет, дачный будет потом день рождения. Ну вот, возвращаемся обратно в квартиру. Я покрасила эти решетки для вентиляции. И я сделала их черными, потому что мне в ванной хочется делать черные акценты. Саму ванну я выкрасила в черный. Покрасила основание светильника тоже в черном. Очень клево. И сделала откосы тоже черным. Это выглядит просто потрясающе. И когда есть такие контрасты, они очень хорошо отвлекают от каких-то погрешностей, не очень ровных стен, опять же, не идеальных прокрасов. Это все супер. И вообще я поняла, что я, конечно, делаю вот для себя быстро, но чтобы было свежо, обновить. И с сознанием, что всегда можно все как-то тюнинговать. Потому что я поняла, что идеальный супер прям ремонт меня немножко пугает, что вдруг это мне надоест. А так ты взял и перекрасил все в любой момент. Потом я хотела именно черный рейл, точнее, карниз для ванны. Потому что, опять же, черные акценты, и он будет прям там классно смотреться. Там не хватает этой черной горизонтальной линии. Я прям тут уже дизайнер. Вика, привет! Надо пройти твой курс уют-уюточек. Обязательно. И у меня был белый карниз, который хороший был. И я подумала, что я его выбросила. Но на самом деле я просто сложила его в шкаф. Но я обнаружила это потом, намного позже, когда я заказала черный рейл для ванн. Они есть, они классные и недорогие. Нашла за что-то там за 550 рублей, по-моему. Что я считаю идеально. Размер уточнила. Все будет подходить. Вот, поэтому будем ждать. А занавесочку белую я тоже купила. Вот занавески для ванн, это, конечно, отдельный квест. Ты заходишь в хозяйственный магазин, 20 вариантов. И ни одной однотонной. Просто я молчу про белую, просто однотонной нет. Проще купить прозрачную клеенку, которая там есть, и самим ее зафигачить. Что еще? Я покрасила туалет. Выбирала какую краску. И у меня была серенькая. И еще вторая серенькая. Немножко другой оттенок. Я их смешала. И в два слоя зафигачила. И это потрясающе выглядело. Также я откосы все покрасила. И прям мне очень понравилось. Прям так хорошо. Я еще поставила туда корзинку, чтобы туда складывать туалетную бумагу, бытовую химию. Только как-то вместе это не очень. Надо подумать, как это должно еще вместе смотреться. Девочки у меня в чате шутят. Типа, и Катя переедет туда жить. Я такая, ну, кстати, почему бы и нет. Посмотрим. Далековато. Хочу поближе к студии. Что еще я делала? Когда кухню собрали, я не стала еще дочищать плиту. Там несколько этапов нужно. Просто подвинула холодильник. Поставила, собрала стол, который у меня тут стоял. Сейчас у меня другой стол. И как идеально, конечно, с картинкой все вписалось. Прям супер. Еще купила чайник. Я думала, наконец-то заварю себе там кофеечек. Но так и не дошла до кофеечка. И тоже в следующий раз. Короче, картинка начинает фрисовываться. Я также достала какую-то мелочевку, которая у меня была. Какой-то набор всяких лопаточек, которые классно опять же смотрятся. Купила две бежевые классные губки для мытья посуды. Потому что из таких мелочей все и складывается. И оно не должно быть ярко-зеленым, ярко-желтым, красным. Вот этого вот не надо. Короче, потихонечку начала все обуючивать. Потому что это, как я и говорила, меня успокаивает. Также я вчера выбрасывала мусор. Ходила. И это прям такой квест. У меня были мешки черные с мусором. Я прям просто как из зимней коллекции Баленсиаги. Такая ту-ду-ду-ду-ду с мешками. Если вы видели эту коллекцию, был очень прикольный показ. Такая метель там, и вот идут с мешками. Это вот прям я. В общем, короче, когда вам надо выносить большие черные мешки, представляете, что вы идете по подиуму в Баленсиаги. Да. Что там еще было? Ну, естественно, там мыло-ванну продолжало, чтобы в ней все было хорошо. Я уже забыла. Да. Короче, все потихонечку выстраивается. И я очень хочу какие-то две картинки залепить в комнату, потому что там еще мне скучновато. Короче, список огроменный. И остались еще такие всякие работы по электрике, типа поменять люстру. Кстати, люстру я хотела базу перекрасить. Она серебристая, мне не нравится. Я тоже хочу, чтобы она была черной. И сегодня мне надо и в студию еще встретиться с Анечкой, да, чтобы передать вещи детские. И в квартиру. Не знаю, как я это все организую. Я, опять же, набрала еще вещей, которые хочу туда отвезти. В общем, как-то все вот так вот. Ну, я думаю, все сложится. А пока я села за компьютер, я уже копернула все видео. И надо записать, точнее, смонтировать итоги месяца. Короче, я тут себе завтрак организовала, который больше похож на обед. И слушаю, что у меня было в августе. Это тоже так прикольно. О, товарищи! Я смонтировала этот вложик. Итоги месяца. И я там видео, когда болтала, что-то у меня так прям нахлынуло столько эмоций, столько инсайтов. И я чуть не разревелась. Ну, я разревелась сейчас, когда монтировала. Я такая, о, господи! Прямо сама себя смотрю. И вспомнила начало вообще моей ютубной деятельности «Тысяча для стока», когда я дико боялась. Но мне очень хотелось. Я очень хотела попробовать видеоформат. Но у меня была тонна просто комплексов. Я не принимала свой внешний вид. Мне казалось, я очень страшная. Меня это не устраивает, то не устраивает. Да. Да. Я думала обо всем этом. Но вот я так рада, что я как-то перешагнула через это и все-таки рискнула. И много было видео первых дублей, которые, естественно, не вышли. Хотя я даже потом нарезочку сделала из всяких кадров неудачных. Но это был очень и очень мощный шаг. И я тогда смотрела на видео, когда монтировала. И не верила, что это я. Я просто как будто наблюдала за другим человеком. Как будто мне дали кусочек видео и сказали, сделай из него полноценный выпуск «Тысяча для стока». И это было очень удивительно, потому что я поняла, насколько я себя не принимаю. И, с другой стороны, насколько я себя не знаю. И как восприятие меня зависит действительно от моих мыслей, от моего отношения к себе. Потому что я даже в зеркале видела совершенно другое. А здесь, на камере, я смотрю и такая, ну вроде ничего. Девочка. Очень даже приятно. То есть как-то я посмотрела на все это со стороны и получила какую-то трезвую, объективную оценку того, что я имею. И это, конечно, потрясающий опыт. Мне кажется, можно вообще использовать его психологом как практику какую-то. Потому что вот на мне сработало, и я знаю, что то, что на мне работает, и на других людях тоже работает. Поэтому берем на заметку. И сейчас я тоже сидела, как будто смотрела кого-то и слушала прям так, погружаясь опять как со стороны прям. И меня так и тронуло. Слушайте, вот, ну, сама смеюсь, сама плачу, вот, сама шучу, и опять смеюсь. Это та история. Вот, короче, милота. Все, экспорт пошел. Час двадцать одна минута. А мне надо помыть посуду. Хочу еще чая, хотя нет, кофеечек. Будет кофеечек, чтобы еще больше взбодриться. Хотя рев с утра. Кого не будет бодрить? Обязательно. Вот, и сейчас буду разбираться с встречами, которые у меня должны быть, с передачами вещей, чтобы распланировать день. Да. Опять, кстати, про разборки. Я тут залезла в ящики, где всякий косметоз, ватные палочки, потому что залежи там есть, склады, мне они нужны были. И я увидела какую-то коробку, я не знаю, почему, раньше я ее не замечала. И там были, короче, египетские парфюмы. Бабуля очень любит ходить по египетским рынкам, точнее, любила. И я не знаю, почему, я раньше не натыкалась на них. Там был набор из четырех таких. Вот я сначала подумала, что это масло, но это такие парфюмированные масла, видимо, которые довольно-таки сухие. И запахи просто, просто божественные. Как и конфетки, как какие-то дорогие гели для душ. Короче, я забрала у нее один, вот тут подписан один какой-то лотос, второй, и я сорвала этикетку. О, боже ты мой. И они все прекрасны. И можно их и миксовать. И вот так вот. Я вчера вечером надушилась им перед сном. Тоже так было круто. Вообще, кстати, я не рассказала, что вчера вечером я, опять же, заряженная. Я очень часто перевозбуждаюсь от каких-то крутых результатов, и мне очень тяжело уснуть. И поэтому мне лучше двигаться и что-то делать. И я, значит, начала собирать у себя что-то. Взяла какие-то картинки, которые у меня стоят пустые, которые мне очень нравятся. Ну, как я и говорила, я делаю все прям как для себя. И, короче, я собрала целый мешок, опять барахлишко. Вот вспоминаю свой минус 365, как все-таки вот много мы вещей имеем, и как многие вещи нам не нужны. Они нас радуют, вроде классные, но если можно найти место, где эти вещи будут больше востребованы, то, да, и этот свет меня бесит. Все, сейчас буду созваниваться с Анечкой. Холодно. Вот вышел голову, потому что холодно. Сейчас, сейчас. Мне дарит утро. Короче, если есть песни, которые сразу вас в пляс могут ввести, или как сказать-то, это песня «Холодная луна». Шура беззубый. Шура. О, боже ты мой. У меня летают наушники вообще последние три дня. Так, я прибежала в студии. Может быть, не повезет, и у меня будет доставка, но посмотрим. Вряд ли. Запах, запах просто бомбический. Господи, чувствуется, да, что я выпила кофе? Картинки просто прекрасные. Я просто прекрасна. Короче, все. Либо это истерический уже смех, либо действительно все хорошо. Счет электричества не оплатила. Что-что? Вот какие-то лишние бумажки меня сейчас вообще не радуют. У меня очень тяжелая сумка. Мне это не нравится. Я не пойму, в чем дело. Я не ношу с собой микроколоночку. Я оставила ее в квартире, потому что, ну, она как бы там актуальнее. Прихожу и врубаю. А, ну, футболку. Представляете, ткань весит прилично. И еще у меня комплект носков в рюкзаке, который я обычно беру на дачу. И у меня тут кисть с резервуаром из какого-то набора. А, из Надиного же. Да. И я решила ее взять, потому что, знаете, я очень люблю ворс синтетический. Он просто бомбический. Стихами Катя заговорила. Что еще? У меня достаточно немного времени, ну, как я себя определила, и мне нужно сделать картинки для квартирки. Понятно, да, что мы сегодня по поэтам пойдем? Короче, погнали. Вот какие все-таки рамы в Икее? раньше делали, как все делают на упрощенку. Если в этой задник из обычного картона, вот в этой вот, то здесь он такой, как арголит. Его даже забрунтовать, и на нем можно красить. Я беру две рамы. Тут у меня серия, эти работы были на выставке в ЦДХ, моя балетная, пастельная серия. Она мне очень и очень любима. Вот, ну, стоит-стоит, тоже без дела. И, о, 50 на 70. Икеюшка. А вот этот лист как раз я проложу ими картинки. Но я тут их оформляла, конечно, в паспорту. И я боюсь, что они в папку не влезут. Где у меня все работы? Также в этой папке я нашла... Так, давайте, откроем. Нашла детские работы. Ну, как детские. Графика, которую я делала для детишек в качестве примера, в качестве вдохновления. Так, товарищи, секунду. Так, все, я вернулась. Кстати, вот эта большая кожаная папка, дерматин какой-то, батарея садится, очень-очень прикольная. И, блин, у меня с паспорту работает не запихнуться туда. Что же делать? Не хочу паспорту отрывать. Так, батарея чуть-чуть отдохнула, не поменяла. Я все сняла. Малярные ленты, конечно, скотчи этого потрясающие свойства. Когда ты лепишь, они как-то так дают возможность переклеиться 10 раз. Но как проходит время, их фиг вообще открепишь потом. Так что это заставило меня приложить усилия. И закрывают папочку. Господи, она тяжелевная, но зато хорошо держит форму и сохраняет мои работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 подобное в серии вот с этой и возможно с цветом хотя и графика тоже она очень эффектно и опять же разбавит всю серию и вот как теперь это отдавать ну ладно еще нарисую тем более что это не питерские это из онлайн скетча где я просто собирала травинки и разные листочки по дороге в студию вот посмотрите как легко самим находить прекрасное и вытаскивать из этого самое классное и свой креатив вот и два готовых полотна еще их надо оформить пусть они пока сохнут ваш слава богу делает это быстро я выбрала черный цвет мне захотелось какого-то контраста потому что там не хватает черного цвета я думала что сделать сначала на белой бумаге но у меня черные рамы из со светлым паспарту будет классно но у меня под рукой что-то больших листа нет есть но я думаю что стоит попробовать приложить эту всю историю на вот этот фон потому что теплый цвет дерево очень хорошо в интерьере работают и паспарту может тоже сработать давайте посмотрим ну вот вам два варианта оформления можно посмотреть и так вроде поинтересней но не знаю как этот цвет принципе он до такой базовый должен вписаться но вот с белым как-то поприкольнее сразу будет притягивать к себе хотя бы тоже разнообразие давайте рискну с коричневыми если меня то смущает что этот уголочек виден ну да ладно босх с ним как говорится прекрасно мне нравится и у меня еще час времени надо запилить фоточки в instagram ненавижу малярный скотч иногда когда его надо отдирать он ко всему липнет и вот знаете я подумала про кофе что она так заряжает нет чистая свежая голова заряжает куда круче вот по-хорошему каждый день на башку мыть но я не могу себе позволить такую роскошь мне лень и как нравится как классно надо еще все упаковать как я это все повезу короче час времени есть и это классно так я сейчас записала два видео с анонсом того что я открываю в детские классы и мне на самом деле на душ собираться но я не знаю короче как упаковывать работы точнее упаковывать а брать их оформлять и все конечно же у нас будет по ходу дела как как так 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 пупырчатая пленочка по размеру подходит нет не подходит короче нет подойдет ладно возьму ее короче надо мерить все прикладывать смотреть так будет смотреться выглядеть господи скажите что мне почитать чтобы я стала лучше говорить точнее вообще просто надо начать какую-то литературу буду изучать изучать все хватит видимо ты не можешь и говорить и делать я возьму с собой все оформленное и посмотрю как это будет выглядеть на стене потому что все надо прикладывать все надо мерить так что работы прибавиться и еще мне надо санечка от меня вообще вообще не может быть алёша заберет я вещи все завезу так картинки подсохли потрясающий только я одну не не то не тогда лоскочит мне очень хочется чтобы вы меня видели и хочется с вами болтать продолжать короче открепляем скотч я уже говорила по поводу этим от малярной ленты кстати вот мне как-то в закупке очень неудачная попалась у нее видимо боковушки были так зажатые что youtube когда ты начинаешь отклеивать ленту она начинает рваться это так бесит вы не представляете телефон всего вообще не видела лёша только на фотках давно так стекло стекло имитацию стекла и блин как все-таки мне не хватает и киевских рамочек и как теперь складывать корсинки блин супер супер я очень довольна мне очень нравится что получилось и точно надо прям много таких нафигачить все точно высоко но не до конца на самом деле как бы она сухое но чтобы просохла нужно время вы сами все понимаете и надо тебе отдельное спасибо за черный ватман потому что он прям очень-очень в тему я взяла белую бумагу чтобы нарезать и сделать паспарту но не хватит поэтому я сейчас положу еще чтобы было чистящие средства ты все почистил мне почистил так аккуратненько супер и где пленочка ой движ движ главное еще видосы записала потому что я при нашли на ютубе не анонсировала классы а у меня пока не так много конкретики по времени а хочется ее иметь тут написал что интересует там часы 45 там понедельник вторник а кто-то в любое время как у вас будет расписание я бы все-таки знаете надо когда людям дали даешь волю они теряются поэтому иногда надо за других решать тем более если вы можете решать надо это делать так упакую-ка я пленочкой все это дело чтобы как я люблю стричь пленку если не представляете мне кажется я в прошлой жизни была стричь пленкой не так она нравится упаковчик катя аккуратненько передвижники кстати классные пакеты большого формата но у меня такой пакет занят кое-какими картинками поэтому сейчас пленочка фокус привет также пока не забыл я беру клей-карандаш эй привет идеальная кожа здравствуй и и все выдвигаюсь только все зарядничать свои нам сложить югу и сегодня камера пойдет в квартирку слушайте вот насколько важно видеть результат то есть ты можешь уставать быть никаким но когда ты видишь куда твои силы расходуются и нервы то но посмотрите просто мое состояние в каком я драйве но этим более создала красоту все одеваюсь и выхожу потому что уже пора хихихи бардачок привет мы приехали все привезли я привезла вот эту корзину я освободила ее от игрушек там были игрушки хочу чтобы она стояла в ванной вот картинки мы просто сейчас сидели и пили кофе так картинки я оставлю эти тут стоят у меня фрагментики фрагментики но это все потом все потом тут нужны красные такие бордовые классные ветки и картинки будут здесь надо будет короче разместить их и посмотреть опять же по цвету но этим попозже займемся затирочка моя смотрите это я так открепила зеркало лампочкой говорил что темненьким покрашивать здесь будет экранчик и с другой стороны вот как круто выглядит черный наличник кайф геометрия геометрия и кухонька пока она еще такая вот самый дешевый вариант кстати очень прикольно смотрятся вот эта вот лампа испана не было пластмассовой загрязненный пипец как и нифига не светила даже если крутить мощную лампочку будет не то поэтому это будет меняться но и красота красота и кофе кто-то не допил стол вообще конечно пожил господи на камере еще хуже все выглядит но скатерочку можно положить скатерочку хотя очень круто выглядит именно черный и мне еще надо красить и шпаклевать вот эту вот стену и я оставлю ее белый на кстати как круто картина вообще прям вписалась по размеру вот она будет здесь висеть красота сегодня был первый кофе первый кофе здесь обуючиваемся реально все шутят что я сюда перееду но не будем заговаривать но вряд ли слушайте да красота чайничек все дела никак не могу заставить себя начать работать и я говорила о том что определенный новый этап вот это вот финальный потому что но осталось то чуть-чуть и у меня внутри столько эмоций мне надо прям сесть и разобрать эту тему я думаю что запишу в этом отдельное видео вообще со всей истории про вот этот вот ремонт чтобы подвести итоги и знаете вот как ну собрать просто все воедино и прописать весь опыт который я получила блин как мне нравится вообще вот как все выглядит по кусочкам и блин вот час процесс встал у меня прокрастинация играет и я не могу определиться в чем причина того что процессы не идут мне кажется одна из это опять же упирается в непринятие себя как бы мы не прокачивались как бы мы не становились круче типа знаете там была когда одна ситуация 2 мы разобрали ее вышли хорошо из этого положения но мне так устроен что мы всегда должны становиться лучше и лучше мне кажется не существует какой-то такой точки предела вот нашего совершенства нифига все время что есть мы должны расти иначе деменции так сказать и в данной истории мне кажется у меня проигрывается вопрос принятия себя на каком-то новом уровне потому что я поняла что мне немножко страшно показывать квартиру риэлтору говорил я это вчера или нет короче мне реально страшно если нет то блин то хорошо говорю а если да то видите что значит важность этой темы но нет надо с этим разбираться и пусть это тоже будет вызов надо показать и посмотреть на реакцию и забить на него потому что ты это ты если ты делаешь это для себя если тебе это нравится то блин это твое значит в этом ты кому-то не понравится а кому-то понравится потому что мы все разные и в этом мире много людей которые схожи с вами во вкусах мнениях и которым вы будете приятны вот короче все равно надо еще работать над этим блин как мне нравится мне идем а слушать и мне идет этот зеленый цвет на любимый цвет бабули ой про поборю кстати вообще отдельный квест отдельная история со всей этой квартирой ей лучше вообще ничего не рассказывать она у меня мега тревожная и какую-то поддержку от нее там похвалу выбить это прям вообще сложно но тут она меня похвалила в плане затирки она была на даче я прислал девочку фотка они показали его имам такая типа ой красота прям до и после ну ладно видимо там коньячок сыграл свою роль прям я была в шоке ли у вас может быть это тоже показатель какого-то прогресса со всей этой истории в любом случае я сейчас опять подумала о том что сюда переехать ну потому что посмотрите на этот вид и какая огромная кухня где можно просто развернуться блин я впервые озвучила это и мне нравится это потому что я хотела сделать эту квартиру тем местом где мне было бы хорошо где я бы хотела жить слушайте сейчас я словила себя на мысли что блин мне тут нравится к чему я стремилась вот к этому состоянию чтобы мне это место стало другим и были так происходит я сейчас вижу во первых я чувствую себя очень комфортно потому что врубилась прокрастинация видите я беру камеру я в телефоне и пью кофе это как я не хочу ничего делать я была что я как дома потому что типа блин потом доделаю и какая-то мысль такая грустная даже что а что будет когда я это все доделаю это тоже может быть одна из причин почему процесс дальше не идет может быть надо принять решение какое-то но нет я же не собиралась тут жить и блин как то так здорово блин так классно так душевненько с кофе очкам и я понимаю что уютик создают не только шторки но и садящаяся батарея это знак товарищи все добиваю и картинки батарея то есть у меня надеюсь и и так товарищи любуюсь не могу просто так бутылка уйди из кадра чтобы нас инстаграм на было тут лизает кресло которое надо выбросить манана по цвету нормально кайф кайф коричневый как я и говорила прекрасное разнообразие сразу уютика и блин это классный акцент будет здесь но я пока не знаю куда их вешать потому что диван нужно будет еще сдвинуться я хочу чтобы они прям по центру были так что там у меня телефоне понятно ну и красота просто супер я молодец вик дизайнер вам не плачет у меня кстати с картинками с этими ботаническими графическими есть одна идея но не буду пока рассказывать ну блин ну прям классно о и в итоге кстати вот этот задник тверденький он клёвый но помните да что там есть уголочек который виден кстати у меня здесь треснул пластик внизу ну как бы ладно незаметно и я вырезала сейчас из картона слава богу я не выбросила картон вчера весь потому что там такой идеальный он был ровный я собиралась его в студию разрезать поменьше на формат аккуратненько чтобы использовать его в поделках занятиях с детьми и вот хорошо вот все понимаете опять же сложилось потому что я взяла рамы разные у одной задней картонный у другой вот этот вот типа арголита не знаю как назвать это поправьте меня товарищи жене монахов точно поправит и они разные по тону и в итоге я взяла и вырезала новые картонные и смотрятся они тоже супер шикарно перекус доедай банан и я тут по хозяйничала с картинками конечно блин вообще полный восторг и я тут пыталась решить как подвинуть диван потому что здесь есть раскладной классный стол мне очень нравится как он смотрится как консоль вот этот но ножки чтобы разложиться есть только с одной стороны и эта страна очень покоцанная поэтому я его развернула короче если кому-то понравится можно будет выбросить и заменить на какой-то лаконичный простой стол типа и через что хотел сказать ну короче можно найти потому что тут прям идеально впишется какая-то рабочая зона соответственно этого расстояния до быть достаточно для того чтобы сделать небольшой стол рабочий и и здесь в уголке тоже столик только надо еще модернизировать и киевский старый побитый стол точнее у меня их даже два и в принципе понятно где вешать картинки сама не знаю повешу или нет мне на самом деле целый список есть дел которые нужно сделать и я сейчас разобрала всю корзину вещей которые я принесла очень хочется есть но в магазине хочется хотя почему бы нет просто я столько прокрастинировала короче наверняка это будет очень длинный арт-влог ну ладно принимайте меня как вам такой такая есть список дела там помыть плиту разобрать мебель которую нужно выбросить чтобы удобнее было выбрасывать упаковать это так чтобы это удобно было носить что еще покрасить кухню но у меня проблемы с краской короче я боюсь начинать но я сделал важное дело я зашпаклевала там один косячок который портил весь вид и пока сохнут вот только что я разобралась с этим ну и когда забрала еще вещи я помыла там чашечки поставила все красиво ну и красота и еще у меня супер краска у полония под рукой и нет автомобильный маль я беру ее в хозяйственном нашем терростроительном но она также подается на вайлберрисе и везде одни кеды на кеды похоже название и там есть черная глян матовая матовая краска аэрозоль просто идеально то есть если что-то не нравится берешь и перекрашиваешь и так с ней очень клево работать когда нужно какой-то визуальный шум устранить и я взяла даже что там что-то шумит взяла даже этот гель для душа дозатор такой но там какой-то такой цветастенький был и классной формы и я взяла тоже банку покрыла краской краска это хорошо держится нужно только выждать чтобы она высохла хорошо ну и соответственно максимально обезжирить поверхность перед ее нанесением что за грязь метод ну как бы логичная даже чуть не переоделась вот и так клево выглядит вообще супер я потом покажу когда буду вам показывать честно просто лень куда дайте но все же думаю дойти до магазина купить себе что-то перекусить прокрастинатор кайфа уровень бог ну и я сейчас просто по списку по списочку своему пойду это облегчит мне путь к завершению всего щелкунчик на весь youtube не забанит меня за прекрасное музыкальное сопровождение ладно все обожаю короче арт-ложечек я думаю нам пора закрываться и я тут похозяйничала машинка стирает прекрасно я уже повесила тут сушиться шторки но эти шторки я думаю сюда все-таки не подойдут и остались такие последние прям штришки и самые ужасные ну ладно про стену покраску я молчу очищать пол если вы что-то красите застилайте все намного быстрее и проще это будет чем потом отковыривать все я замучилась мой косяк мой косяк что еще я помыла входную дверь в общий холл когда она грязная может быть здесь все свиньи надо это исправлять и в холле тоже полы помыла прекрасный аромат сейчас мистера пропера или кого-то там еще как свежо и хорошо все-таки уборка творит чудеса и меня до сих пор еще страшит все что нужно сделать то что остались и самые противные мелочи это вот очистить пол я каждый раз когда прихожу делаю это потому что очень тяжело сразу все очищать но ничего с каждым разом это становится все лучше и лучше я хотела вынести кресло и киевская которая есть такой рабочий кресло стул на колесиках и к нему ручки причем лежат но я подумал что блин только тяжелая сама не могу выносить размещу к его на авито вдруг кому нужно за символические 300 рублей потому что знаете когда бесплатно то это совсем плохо еще звонят таки можно я приеду посмотрю я вот так отдаю фотки все пока вот плиту вроде как привела в порядок но периодически надо ее видимо еще будет как-то подчищать потому что чистящие средства типа там пемолюкса они такие знаете разводики кое-где оставляют но главное что плита на месте и прям уют-уюточной чего скоро на кухне опять будет звездец потому что я буду все заклеивать в преддверии покраски сегодня я от него планировала потому что я шпаклевала шпаклевка должна высохнуть да ну все я считаю неделя была потрясающая я очень много классных чувства эмоций испытала и предвкушение что будет дальше потому что как-то все закручивается очень интересно необычно поэтому сама буду с нетерпением ждать продолжения и наблюдать вот как всегда монтирую видосы и потом такая у какой сериальчик с катей в общем как спасибо большое что посмотрели поставьте мне пожалуйста лайк в качестве моральной поддержки что я это все вы вожу вот и если кто-то помогует насчет будущего этой квартирки то мне кажется тоже было бы интересно так что в комментариях пишите перейдет сюда катя или нет и вообще что меня ждет узнаем хотя раньше наверное из инстаграма узнаете чем выйдет этот ложечек ну все я побежала вечером еще сегодня загружу итоги месяца которые уже смонтированные но не загруженные поэтому с утра понедельник будет ждать вас видосик от меня и всем спасибо еще раз пока